Всем доброго утра! Всех с праздничком, с Рождеством, друзья! Сейчас проснулись, позавтракали. Я стою и готовлю запеканку. Пытаюсь сейчас тут манку сварить. Если честно, у меня не особо всегда получались они. Я хочу научиться этому делу, как все эти запеканки готовятся. Такое разнообразие, такое количество в интернете рецептов. Сейчас у меня духовочка есть, поэтому можно готовить спокойно, не бегать на улицу. Сейчас манку отварю. Яйца вот уже приготовила, сахар, ванилин туда, щепотку соли, все это совье, маслечко и потом все это в манку. Как я поняла, и в духовке запечь. В общем, все по рецепту в интернете нашла сейчас. Вообще, сначала нужно нам манку отварить, потом остудить ее. Попробуем, как получится. Ну ладно, что-нибудь получится. У тебя есть пружины? Пружины? Маленькие. Так, у нас тут новое изобретение намечается. Это все в игрушках надо выискивать. Может, от старой машинки что-нибудь такое. У Ивана родилась новая идея. От ручки. От ручки? Ну не знаю, я вчера прибирала карандашки, ручек там таких не было. Все, она подкипает, поэтому надо выключаться, снимать с огня, пусть остывает. Ну вот, в общем, взбиваем все это, всю мою массу. Яйца, сахар, соль и ванильный песок. Добавила маслица сразу в кашу. Перемешаю здесь. Ну, как обычную манку посварили или может у вас осталась каша, я думаю, тоже пойдет. Манная кашка. Так, и продолжаю опять взбивать. Я бегаю только каши-то тут взбить. Сравниваю все с рецептом, чтобы все было нормально. Ну вот смотрим, насколько у нас собьется все это. Ну, в общем, друзья, вот такая вот пышная пенка у меня. Вообще по рецепту два яйца, но я немножко рецепт увеличила. Потому что, что нам там с двумя яйцами этими, да? Короче, у меня тут 6 или 7 яиц немножко все увеличилось. Сахар увеличила и соль. В общем, полно этих рецептов, конечно, в интернете, но надо хотя бы с какого-то начать. В общем, все здесь у нас остыло. 10-15 минут прошло, в горячую выливать нельзя. И теперь потихонечку будем вводить нашу кушаную смесь. Вместе с манкой все перемешивать. Противень у нас уже готов. Мы его обсыпали, приготовили и духовочка на 180 градусов нагревается у нас. Так, в общем, друзья, решила я все сделать по-другому. У меня же есть силиконовые коврики, что я понимаю. Сейчас как-то прилипнет там все. Решила я вот так вот все уложить и сейчас здесь немножко подцеплю манной крупой и вылью именно в силиконовые коврики. Я думаю, так будет проще потом все это дело отлепить нам. И вообще надо мне, конечно, формы силиконовые просто купить, да и все. Я имею ввиду, чтобы не вот такие противни были, а форма сама силиконовая. У меня где-то одна есть, но она совсем маленькая. Нужно вот такие вот мне посмотреть. В посудоцентре буду, потом глянем. Так, ну и манка чуть-чуть сейчас так припудрим. Дно только буквально и все. Единственный минус, что здесь все вот так вот горбатится у нас. Не совсем удачно, да? Ну ничего. Может быть даже и манкой не надо это все делать. Раз у меня силиконовый коврик, зачем? Ну ладно. Мы уже экспериментируем, пробуем. В первый раз достаточно. Все, я взбитое яйцо сюда влила в манку. Теперь все буду вымешивать и потом перельем буквально в наш противень и поставим на 180 градусов духовочку. Ну вот так, друзья, все вышло. Написано поставить в духовку, значит, на 180 градусов до загустения. Корочки для более такой зажаристой можно будет потом в конце на 200 градусов поставить. Ну, в общем, пробуем. Даже не знаю, что сын он будет делать с генератором. Папа чего-то завел его. Они там сейчас с Мишей убирали снег весь. Мама, не буду дувать снег. Нет, что-то папа делает не знаю. А, может быть. Угу. У нас сейчас потеплело, минус 17. А то было каждый день очень холодно. То 25, то 29. Ну, ветер еще сильный, постоянно метет. Немножко тепло к нам идет. Что там? А, Лиза сидит занимается. Ты иди витамины пить. Мы пьем витамины сейчас. Витамин Д даю всем. Сама выпила. А то я забуду потом. Просто беру водички и две капельки сюда капаю. И так каждому. И витамин С. Еще карпиночки. Девчонки свои большие бьют витамины в комплект. У Лизы сегодня кровь была с утра из носа и ночью. Я говорю, Лиза, наверное, сосуды у нас слабенькие и по витаминам, наверное. Хотя мы пьем, но все равно слабые у них сосудики. Пиш, давай, тоже витамины. Так, а куда, девочки? Вы куда поставили? Ага, девочки, никуда не поставили. Не забывайте. Дима еще у нас не пил. Дима, ты дома? Он дома? Или с папой? Ты тут дома должен быть. В наушниках, наверное, слышать ничего. Так, все убираем, убираем, девушка. Все это убираем. Да, 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 да. На место. Повыше. Точно, ты не открывай, а то вдруг опадет совсем. Пусть немножко поставили. Элемент наш сегодняшний. Друзья, сегодня читала ваши комментарии. И вообще, конечно, мне так сцентно, что я не знала этого. Что это игрушка-сплюшка. Ну, у меня реально не было у детей такого, который вчера в посылочке нам прислали. Вот эта коровка. Это, оказывается, игрушка такая-сплюшка, которая должна пропитаться запахом мамы, молочком. А потом малыш вот так вот спит с ней. Когда мама уходит, он не беспокоится. У меня, знаете, обычно, как ребятишки с одеялком потом носятся. Они привыкают к одеялу. И вот с одеялом определенно нужно им. Ну, вот посмотрим. Семочки сегодня вот так положили уже. Пускай он с этой коровкой будет. И когда будем кушать, тоже буду к себе на грудь ложить, чтобы она напиталась запахом мамы. Единственное, что ее, наверное, надо стирать как бы тоже, да? А если я ее постираю, она уже запах мамы-то не будет иметь. Опять придется коровке потом впитывать все это. Все мамины запахи вкусненькие, молочные. Ладно, все мужа тут с нами. Катается тут у нас. Не хочет один в комнате быть. Вот со всеми хочет, чтобы все здесь были. Было шумно. Вот он прям привык к шуму. Что, кака? Кака, пошли в туалет. В общем, друзья, это папа у нас просто генератор проверяет, чтобы у нас он был на готове, чтобы все работало. Если у нас света не будет, у нас есть генератор, чтобы подключить дом. Так как у нас не печное отопление, мы на теплых полах. У нас водный теплый пол, поэтому ребятишки бегают босиком, им тепло. Полы очень теплые. Ну, то есть не горячие, но они теплые. Очень комфортно. И, ну что, если света вдруг не будет, можно было подключить хотя бы что-то, чтобы мы не замерзли. Ну, слава богу, свет у нас не отключается сейчас. Все хорошо. Внеси сосочку. Мы надели вот это платьишко, которое вчера нам подарили. Ну, нормально так, ага. Все, у меня давай сосочку. Ну, плачет, да? А все, 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 спит. Все, положи. Ой, весь в молоке. Ты весь в молоке мыть тебе надо, да? Молочный весь. Мужчина наш. Папа! Коровка! Ты ее просто проверял? Станцию? Ну? Ну, надо было узнать, как она зимой делается. Ну, я так и поняла. Рассказываю зрителям, что ты просто проверяющий. Тяжело да. Но без аккумулятора я вручную нереально завести. А что холодно? Даже мне не хватает сил ее провернуть, чтобы она завелась. Только с аккумулятора. А ты шуруповерта, да? Ну, я такой пробовал аккумулятор, но у меня там старый с машиной. Он еле дышит. Потом он шуруповерт, аккумулятор взял. Му-му! Ой, какой му-му! Так чувствую, Алиса тоже сильно. Так-то на улице тепло уже, потепляло. Тепло-то тепло, ну просто. 17 градусов. Ну, масло там хотя залил. 14 уже? Ой, еще теплее стало. Так, друзья, я хочу вам показать, какие у нас по температуре полы. Просто спрашивают. Ну, что, бегают ребятишки босиком. Мы сначала с вами сейчас на подполе померим. Саш, подними его, покажи, что там ничего нет. А что там должно быть? Ну, в смысле подогрева на крышке, видите, нету. Так одна доска здесь есть. Все, одна доска. Вот так вот сейчас мы померим температуру, если бы полы были неутепленные. Ну, просто там без теплого пола. Так, вот было бы у нас 19,4. Это мы переключили. Градусник у нас мерит поверхности и поверхность температуры тела. Видите, 19. А здесь у нас уже теплый пол. Видите, 24. Более показывает температуру. Так, на 4,2. Ну-ка в прачке мне включите кто-нибудь свет. Здесь всегда очень жарко. Вот, 25 градусов. Где еще померите? Кухню. Кухню, пойдемте на плитку. На плитке там лучше тепло передается. Там градусов 25 будет примерно. На плитке тепло. Ага, 25,2. Так же, как в прачке получается. Так, сейчас в душе еще с вами сходим. Душе, в ванной. Ну, да, тут у нас вентиляция 24,4. Чуть-чуть. Ну, и то, это тоже тепло. Вот здесь туалет померите. Так, здесь у нас. О, видите, чуть-чуть прохладно. 23,8. Так. Здесь еще померите. В спальне в нашей пойдемте. Где ребятишки у нас маленькие спят? Это сейчас такая температура пола, потому что в доме воду 24-24. Воздуха тоже 24 у нас. Болер отключился? Да, лучше. Отключение греется. 23,6 здесь. Расскажи, почему здесь прохладнее? Потому что у нас здесь подветренная сторона, здесь продувается больше. Немножечко здесь прохладнее. Ну, и плюс у нас здесь под полом еще продувается все. То есть та часть, выход с улицы, она же у нас на сваях, и там под этим полом, вот именно здесь гуляет ветер, а там ветер оттуда будет. Все хорошо. Еще окна такие большие. Немножечко так это свежий воздух от них, хотя все герметично сделано. Ну вот, в общем, друзья, полы у нас теплые, не переживайте. Дети, да, любят босиком ходить. Очень часто носки одеваешься, они снимают. Ну, тапочки, если купить, не знаю, будут ходить, нет. Вряд ли. У старших у всех есть тапки, но они не носят, не хотят. В основном все босиком. Я люблю в тапочках ходить, Саша тоже, чтобы ноги оставались чистыми. Ну, а детям, видимо, так нравится. Потом ноги просто перед сном моют, и все. Так, Дима, уборку делать, мусор вынес. Я тут бегаю, смотрю, запеканочку, пока тишина. Так, вчера готовила щи с хваченой капустой. Курица у меня была, и вот бульон домашний всю ночь томился. Томился. Очень сегодня вкусный. Томленые щи. Ну, и стоит на подогреве, постоянно горячий. Кто захочет, подойдет покушает. У нас букетик еще вот так вот стоит, который Саша подарил мне на выписку. Зайчики. Оно немножко подведает. Сейчас буду доливать водичку. И Саше вот такие, как сказать, два пакетика дали подкормки. Я вот высыпала один на первый раз пакетик и второй. Написано подкормка для срезанных цветов. Ну, долго, кстати, стоят. И вот сейчас я тоже навела. Насыпала туда пакетик. Размешаю. И подалью вам водички. Тут уже мало осталось свежей водички. Я думаю, что они еще постоят. Такие красивенькие. В общем, друзья, вот такая запеканочка у нас получилась. Ну, вроде бы хорошо отходит. У Саши тут мороженое. Так что будем сейчас кормить ребятишек. Не знаю, можно медом полить, наверное, вареньем. Думаю, будет вкусно. Взяла лопаточку. Буду сейчас перекладывать всем по тарелочкам. Вот единственное, что получается, внизу не особо подпеклось. Может, это из-за ковриков так получилось или что. Вот сверху как бы корочки хорошие, а внизу ну вот как есть. Короче говоря, либо надо, чтобы пониже он был, либо без этих ковриков. Видать, они препятствуют как-то подпитанию, что внизу нету как бы поджарочки. А так очень-очень даже вкусно. Так, Алиса тут лечит свою лялю. Мальчики нарисовали карту. Вань, покажи. И ходят по карте, клад ищут. Надюша шьет. Она шарф переделывает, который пришел вчера. Она соединяет два конца. Хочет как... Ну что? Как это называется, этот шарф? Не знаешь? Правильно. Когда он как кольцо надевается, да? Ну, не помнит она тоже. Так, у нас весь день сегодня христианская тематика идет. Мультики, песни. И служение у нас еще будет в церкви. В пять часов. Папа пошел там все готовить. Украшает. Тоже чай пить это мы сделаем. Мы тоже только пообедали. Лиза тут убирается. Немножко. Камочка у меня рядышком тут спит. Вот он, зайчик. Мы вот здесь, то там, везде, короче, его перевозим, чтобы сильно свет ему не попадал в глазки. Так. Ну что, нашли клад? Нет. Не нашли еще? Звучит святая чета. Чуды младенцем полны сердца. Радость душей горит. Радость душей горит. Радость мир, Господь грядет. Земля ликуй пред Ним. Прими скорей, царя царей, и пойте новый гимн, и пойте новый гимн, и пойте, пойте новый гимн. Радость мир, Христос пришел, в церквах поют о нем. Поля, сады, леса, холмы, им вторят с торжеством, им вторят с торжеством, им вторят с торжеством.